Привет, друзья! Меня зовут Григорий Герман. Я родился в 1975 году, и в 1991 году мне было 16. То есть я уже вполне себе понимал, что происходит не только со мной, но и вокруг меня. О чем говорят мои родители, что они обсуждают. Я видел, как по улице моего родного города, Киева, ходят многотысячные демонстрации с желто-голубыми флагами. Что окружающая меня реальность начинает сильно отличаться от того, что говорят по телевизору. Ну и плюс, стояние в очередях за серо-зеленой вареной колбасой в центральном гастрономе столицы Украины, как и многое другое, подсказывали мне, что что-то в этой стране СССР, мягко говоря, не так. Я очень хорошо помню эту гнетущую атмосферу этих последних лет совка. Тогда, в 1991-м, Москва сказала свое веское слово и развеяла этот морг, который 30 лет спустя снова сгустился над моей страной в виде войны и дыма от пожарища. В России в виде того же совка. Вот только с колбасой в магазинах и с элементами капитализма. Почему тогда Москва смогла, а сейчас не может развеять туман лжи? Сможет ли? Посмотрите наш разговор с российским журналистом и политологом Александром Морозовым. Мы пришли к очень неожиданным выводам. Оставайтесь. Будет интересно. Александр Ильич, хочу сейчас вместе с вами вернуться в те времена, когда молодой и уже сильно подающий надежды 32-летний журналист, вы, и я совсем еще молодой 16-летний, непонятно еще кто, стали свидетелями развала Советского Союза. И вот в 1991 году на самом деле, ведь это Москва взорвала Советский Союз. Ельцин на БТРе, массовые митинги. Давайте вспомним, что тогда стало причиной. В целом, вот к этому времени общество подошло, так сказать, люди в целом даже, не вот в целом общество как, а отдельные семьи, вот домохозяйство буквально, знали, что что-то скрывается все время, что-то не так. Вот это ощущение того, что в нашей истории, в нашей жизни что-то не так, вот эта бесконечная раздвоенность, вот она и психологически сказывалась. Вот этот момент очень был важный. Важный в том плане, что если бы режим стоял 30 лет, или там, если бы это был режим меньшего насилия, то, может быть, не так было бы. Но в целом было все пропитано вот этим, как песнями Высоцкого, да, вот ощущением такой тотальной какой-то несправедливости залегающей под всем и лжи. Было ощущение такое, что, ну, просто экономический сбой, и население это видело. То, так сказать, мыло пропало, то туалетная бумага, что называется. И это сказывалось на всех. Относились с юмором, конечно. Население всегда было очень, знаете, лобильным, и оно остается, российское население, таким лобильным. То есть, ну, как говорится, ну, ничего, ну, так сказать, мы в ватниках, так сказать, и в сапогах ходили, ну, сейчас начали жить получше, ну, может, опять в сапоги залезем, ну, что делать-то, да, там. Ну, не пять сортов мыла, а вот опять осталось два, вот, хозяйственное, и вот, значит, вот какое-то еще одно мыло есть. Ну, ладно, проживем. Но, тем не менее, вот эти ощущения этой экономической, какой-то многочисленных экономических сбоев, оно тоже сказывалось. Война – это ошибка Путина политическая, если говорить в отношении, сейчас мы говорим в отношении России, в отношении Украины, понятно, это просто чудовищное преступление. Если говорить, разворачивать в направлении российского, общества и российского населения, то это ошибка с большими последствиями, которая неизбежно стягивает вокруг себя очень много таких негативных и деструктивных факторов. Точно совершенно, что это в экономическом плане, это масштабная ошибка с масштабными последствиями. Скажется ли эти последствия сейчас или через год? Но дело в том, что и в то время так же было. Понимаете, это когда все кончилось, кажется, что вот раз – и оно рухнуло. А в реальности три-четыре года накапливается вот эта усталость от экономической деструктивности какой-то. Значит, это и есть. Второй момент существенный, что политическая ошибка, она чувствуется примерно как у Горбачева. То есть, ну, даже сильнее гораздо. Почему? Потому что здесь ошибка носит характер такой, ну, ломающий итоги целого 30-летия. Риторика чрезвычайно агрессивная. То есть, она агрессивная даже для собственного общества. Радикальная риторика. Многие сейчас даже говорят, что, посмотрите, ну, как бы Путин стал национал-большевиком. Ну, то есть, он перестал быть каким-то консерватором, консервативным политиком, каким он, ну, создавал себе такой имидж довольно долгое время, такого либерал-консерватора, как бы там первые десятилетия, уж точно. Затем все равно он оставался, мог быть, претендовать таким, как бы быть лидером консервативного движения, даже такого интернационального, международного. Да его и опознавали некоторые политики в Европе в качестве такого консерватора, близкого себе. Ну, Берлуско не так его воспринимал, например. Знаете, надо сказать, что не только там россияне, мы там, или российские интеллектуалы в первые десятилетия заблуждались относительно Путина. Нет, и считали, что он либерал-консерватор. Нет, многие реальные на Западе либерал-консерваторы считали, что он их, так сказать, брат по разуму. Сейчас он больше не брат им по разуму, значит, они не могут ему звониться, он им не звонит, они не приезжают на его встречи, потому что он действительно теперь такой революционер. И вот это обстоятельство, оно тоже является, ну, это мягко сказать, ошибкой. Это катастрофическая вещь, потому что российское общество не в состоянии понести, да, вот такую степень, такую степень накала, что ли. Целое новое поколение, выросшее в это 30-летие, оно, в общем, в целом, ну, может быть, там и рассчитывало на какие-то там для себя самого, на какую-то там, на какую-то идеологию патриотизма, но оно не рассчитывало на радикальный, да, такой вот патриотизм, который ведет дело к тому, что надо делать такие ставки ценой в жизни, что ли, да, такие колоссальные жизненные ставки, что оно, это буржуазное поколение, попросту говоря. Да, 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 абсолютно буржуазное поколение. И вот у меня, кстати, есть, не знаю, подтвердите или нет, потому что вы больше в этом варитесь, чем и украинцы. Есть какое-то ощущение, что в России накапливается вот та самая гнетущая атмосфера, о которой мы говорили с вами буквально там две минутки назад, да, того, что что-то не так, что-то врут, где-то недоговаривают, а тут еще и мыло пропало, а тут еще и похоронки приходят, и тела возвращаются. Далеко, но все равно где-то. Зайду-ка я в интернет, посмотрю-ка я, что там происходит, а тут со всех сторон и букраинцы, и европейцы, и все остальные. Есть у вас такое ощущение, что сгущается вот эта вот зловонная туча? Несомненно, я бы сказал, что несомненно. Миллионы людей были втянуты в этот, в хорошем смысле слова, в буржуазную деятельность, самостоятельную экономическую активность. И вот они попадают в ситуацию, когда им надо как-то опять перекручиваться, искать какой-то выход из ситуации. Довольно сложно. И они, конечно, все прекрасно понимают, что это все то, что делается, это неправильно. Это ведет к какому-то, если не к обнищанию, то к истощению какому-то, к сокращению возможностей, чего, конечно, никто не хотел. Поэтому вот с этой стороны здесь точно сгущается такое облако. Но надо подчеркнуть сразу, что здесь работают, даже дальше уже работает не пропаганда, а такие психологические механизмы. Я бы сказал, что мы сегодня чаще обращаемся не к политическим даже аналитикам, не к медиа-аналитикам или специалистам по пропаганде, а скорее к психологам. Почему? Потому что вот когда человек сталкивается или там даже и большие социальные группы с решениями, которые выше их головы прошли, но они касаются их судьбы и носят такой вот характер судьбы, то начинается что? Или люди вытесняют из сознания. Да, давайте мы, значит, сделаем вид как бы для себя. А что с этим делать? Мы не можем повлекаться. Просто поставим заглушку. Заглушка – это один вариант. Второй вариант поведения, который мы наблюдаем много, это такой молчаливый стоицизм. Да, я понимаю, что все плохо. Я понимаю, что все катится, значит, как телега с горы с убыстряющей скоростью и будет катастрофа. Но что я могу сделать? Я просто должен, ну, как бы, как римский гражданин перед лицом катастрофы, значит, империи, вот, стать стоиком и молча, значит, как бы принять судьбу. Это вот второе такое поведение. Третье поведение, когда человек, это не очень больших контингентов касается, но социологически это видно, когда человек, ну, начинает говорить себе, и это было в конце советского периода, такая позиция. Ну, как бы мы простые люди, к нам это отношение не имеет, над нашими головами сражаются какие-то вот, ну, там, во всем виноваты Путин с Байденом. Даже так вот, даже Путин тоже, но вот там Байден, Зеленский, Путин, вообще там вот Боррель, там, вот они там виноваты, а мы простые люди. Мы маленькие люди, да, мы ничего не можем сделать. Да, да, у нас, ну, это такая распространенная, такая главная мифологема, что это политики развязывают войну, это вот их грязное дело, а мы, мы страдаем вот всем, да, вот за это сознание хватает. На вот этом первом этапе правления Путина, вот если брать 20-летие, да, конечно, гораздо больше опирались на какой-то образ Российской империи. Ставили памятники императорам, как бы, апеллировали каким-то консервативным монархическим философам того, как бы, и что-то в этом роде. А на этом периоде, действительно, все в один голос говорят, посмотрите, не осталось ничего, кроме Великой Отечественной войны. То есть в центре вообще всей идеологии уже все забыто, там, Ленин и все, что было до Ленина, уже не имеет большого значения для них. Целиком они центрировались на этой вот идеологии победы. До войны, можно было говорить, наши партнеры нас не понимают, да? Теперь об этом речи уже нет, нет ни партнеров, ни проблемы понимания. Совершенно другой регистр идеологии. И риторики. Теперь это режим, который действительно должен себе сказать окончательно, что он бросает вызов, значит, вообще всему мировому устройству, не в расчете на то, что российский народ войдет в это все пространство, а на то, что он призван, ну как это сказать, призван просто бессмысленно обострить мировую ситуацию. В 2014 году при аннексии Крыма, как бы незадолго до нее и сразу после, начался такой всплеск вот этой идеи русского мира. Именно русского мира. Значит, этот русский мир ходил ходуном, значит, как такая главная идеологическая, значит, фишка Кремля в течение, ну, примерно лет четырех-пяти, а потом сдулся внезапно. Через пять лет после аннексии все-таки стал склоняться окончательно к мысли, что всем смыслом русской истории является всего-навсего, как это не страшно сказать, победа над украинцами. Это безумное. Это, да, то есть вот, то есть смысл в том, что в этом, давайте обменяем все постсоветское 30-летнее развитие на взятие вот Мариуполя. Вот Мариуполь является радикальной целью. Это, конечно, вряд ли может вместить какое-то разумное сознание. Вот был такой разговор всегда. Когда же Путин, поднимая ставки в этом покере мировом, встанет из-за стола и обменяет фишки на кэш? Вот. И все хотели, вот, чтобы он их обменял наконец. Вдруг случилось чудовищное. Значит, он взял и обменял все фишки, значит, вот, которые он имел на руках, на Мариуполь. Но до этого, до этого периода войны с Украиной все говорили, наверное, он претендует на какой-то договор о новой коллективной безопасности вместе со всем Западом. Сейчас об этом уже никакой речи нет. Вообще, открываем кремлевские газеты, выражение договор коллективной безопасности полностью забыто. Вот. В центре стоит только одно, что, значит, мы докажем всему Западу, который поддерживает Украину, что мы победим Украину окончательно. Вот фундаментальная идея. Мы не можем вспомнить такого акцента вообще за 300 лет российской истории. Интересно, звучат вот эти вот заявления Путина. Его спрашивают, секундочку, как, что при соединении Финляндии, Швеции к НАТО не имеет значения для национальной безопасности? Он говорит, да, нет, это совершенно нас никак не затрагивает. Как не затрагивает? Да вот не затрагивает, потому что мы свинтили так оптику, что мы видим только взятие Лисичанска. Вот это вот, значит, вот. Вот такая идеология в данный момент. Страшная для украинцев идеология, но достаточно любопытная и занимательная. Если посмотреть в середину России, то мне кажется, что вот что удалось Путину точно, так это сделать то, чего не удавалось никому вообще в истории. Он смог построить в России книжную страну. Страну лжецов, которую описал Джанни Радари. Он смог ее построить. Реально, в булочных продают чернила и называют это хлебом. Ученики учат таблицы умножения наоборот. Ну, то есть историю, но тоже наоборот. Соловьи, а соловьи гавкают. Ну, при том, что реально один соловей, и он реально гавкает, да, телевизионный. В этом тумане лжи может ли появиться Джель Сумина? Может ли быть услышан этот голос, разрушающий стены? Да, конечно, может. Во-первых, надо сказать, что такой голос даже и был. И подчеркнем, что это Навальный. То есть как бы не относиться к Навальному, но тем не менее он продемонстрировал определенный такой, как бы, очень похожий действительно на Ельцина такое сопроведение политического, который вызывал явную симпатию и отождествление с ним за пределами Москвы. То есть он был тем человеком, который вышел за пределы политического садового кольца и за пределы либерального кластера, так сказать. Эйдман в одном из разговоров, он сказал, что основной ошибкой Навального с его наездом на дворец Путина в Геленджике было то, что Путин для всех в России является существом абсолютно сакральным, которому на самом деле положено все, что угодно. Вот сюжеты о Золотареве, вот сюжеты о Боярах, вот они понимали искреннее возмущение. А это значит, что у Путина всегда есть возможность стравить вот это вот возмущение и склеить все эти трещины посадками своего ближайшего окружения. Па-бам! Привет, сталинизм! Привет, то, что приходит! Посадка МАУ из этого разряда? Ведь МАУ на самом деле это же один из отцов, которые впускали в большую жизнь половину российского эстеблишмента. Нет, 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 нет. Патитер МАУ, я надяну. Да, понятно, да. Вот то, о чем вы говорите, это было бы посадкой, условно говоря, Сечина. Вот Путин Сечином недоволен, Сечин, как пишут в телеграм-каналах, находится в опале. Да, это заметно, да. Заметно снизилась его активность. Но, тем не менее, вот посадка Сечина, это вот как раз было бы то, о чем вы говорите. Посадка МАУ – это окончательный разгон, ну, это символ окончательного разгона вот этого раннего крыла поддержки Путина. То есть поддержки периода 2000-2010 года, вот так условно говоря, даже там 2005-го. Потому что МАУ воспринимается как вот часть такого крыла, которое, да, активно поддерживало Путина. Это люди, которые создавали путинизм в дальнейшем, но они все-таки вот из раннего периода. Поэтому МАУ должен был, как Чубайс, уехать стремительно, прям следующим рейсом за Чубайсом. Он должен был, как бы, когда Анатолий Борисович улетел, МАУ должен был улетать. Но он, значит, как-то помедлил и в результате, как бы, прищемил. То есть это, попросту говоря, такое движение одного тела. И вот первая передовая часть тела уже в Италии, как бы, а дверь тут раз, как бы, прищемила хвост. И этот хвост – это МАУ. Россияне во всем этом абсолютном дурдоме, во всем этом шапито. Если не брать городских сумасшедших и экспонаты бродячих пунксткамер, да, с этими там двухголовыми телятами и бородатыми женщинами, ну, типа отрядов Путина. Как россияне относятся вообще к этой войне? Они стыдятся, они не замечают или они поддерживают? Нет, я считаю, что россияне в этом широком смысле слова, и именно так я интерпретирую и данные социологии, они продолжают находиться в шоке. То есть это реакция на шок, потому что эта война, она превосходит любые ожидания, там, какие-то представления россиян о своем собственном будущем, будущем страны. И поэтому вот шок находит разные выражения, просто говоря. Но примириться, так сказать, к этой войне со знанием россиян, на мой взгляд, чрезвычайно сложно. Это неправильная идея, что они, значит, там как-то поддерживают себя в массе своими на войну и победу над Украиной. Они в растерянности. Из этого возникает случай. Первый важный момент из этого, он заключен в том, что россияне оглядываются и думают, а сохраняется ли вот этот наш довоенный буржуазный мир? Вот это фундаментальный момент. Вот эти наши велодорожки, они сохраняются, которые были, и все остальное. А вот банкинг работает ли? И многие, значит, глядя на окружающие, думают, ну, может быть, ничего страшного не происходит. Вроде бы что-то сохраняется, при этом что-то не сохраняется. И отсюда некоторый уровень тревоги, который все видят. Я вижу хорошо, что многие очень ясно понимают, что это не год и не два. Что здесь война-то может кончиться, но для Российской Федерации ничего не кончится. Потому что режим санкций, режим ответственности, режим вот этой изоляции, режим разрыва с остальным миром, он сохранится после того, чем бы ни кончилась война. То есть какой бы сценарий войны, окончания войны мы не возьмем, для Украины он может иметь разный результат. А для Российской Федерации он будет иметь только один результат. Это будет вот такое социально-экономическое гетто, гетто какое-то на долгое время. Люди это понимают. Много говорилось о том, что, да господи, у нас типа 80 или 90 процентов населения никогда в Хельсинки и не ездило. Да, у нас тут вот народ вообще по-другому абсолютно жил. И наоборот, они даже радуются тому, что вот этот вот средний класс, эти мелкие лавашники, да, вот они, они себя начали чувствовать хуже. Что значит они там иномарку не купят? Я ее и раньше купить не мог, а они, понимаешь ли, жировали. Но насколько я понимаю, сейчас мы говорим о том, что все это будет спускаться и до глубинного народа, который будет просто тупо терять работу из-за закрывающихся предприятий. Да, да, конечно. Во-первых, предприятия будут останавливаться, те самые, так сказать, расположенные в глубине России, это первое. Но главное даже не это. Дело в том, что все хитро устроено в таком, в плане таких социологических и, так сказать, каких-то явлений. Смотрите, люди, которые говорят, что мы раньше в Хельсинки не ездили, это люди, которые сидят в своих, значит, городках, но их дети, их дети, они-то уехали в большие города. И надо сказать, что все-таки в последние 20 лет происходила урбанизация. То есть население втягивалось в города, в крупные города, 15 городов-миллионников. И там, да, безусловно, старшее поколение могло бухтеть и говорить, да, ну, там все воруют наверху, там никто, ничего. Обычное такое мировоззрение. Но их дети, значит, даже если они не ехали в Хельсинки, для них было существенно то, что они такую возможность имеют, что эта возможность открыта. И многое другое. То есть, может быть, молодой человек не мог себе купить сразу такой кроссовер, как бы. Но он предполагал, что он будет дальше работать, предположим, да, его судьба сложится удачно, да, его, так сказать, способности, таланты приведут его к тому, что он заработает, и у него будет кроссовер. Теперь же ситуация, совершенно в этом смысле слова, формируется иная. На что они должны ориентироваться? Что, нет, давайте мы, никаких кроссоверов не будет, не будет автомобильной промышленности, а мы все пересядем на, на что? Ну, азики-патриот, условно говоря. Вот. И будем на них счастливо ездить. И на каких-то... Значит, перспектива только в том, что мы через 10 лет будем покупать какие-то старые побитые Мерседесы, которые остались на территории этой страны. И это будет напоминать такую Кубу, да, в которой куча каких-то 30-летних машин американских болтается, а новых ты завести не можешь. Это невозможно никак. Вот эта картина, она, конечно, для нового вот этого буржуазного поколения, прошедшего постсоветский транзит, я считаю, что она не в состоянии принять эту путинскую схему войны всех против всех, которую он затеял. И надо сказать, что вся эта генерация, ведь никто не верит в то, что у Путина, возможно, какая-то такая спасительная схема партнерства. Ну, там, Китай, там, Индия, неважно что. Что вот якобы там образуется какой-то такой мир экономического взаимодействия, который даст нам жить вот в этом все равно буржуазном состоянии. Нет, в это никто, мне кажется, не верит абсолютно. Сейчас многие говорят, вот особенно из Москвы там, да, пишут, ну, и на это реагируют многие в социальных сетях, что посмотрите, в Москве там клумбы, в Москве там это фейерверки бесконечные, и на центральных площадях, значит, по-прежнему сидят на открытых кафе счастливые люди там. Это все понятно. В таком состоянии люди сидели, значит, и в европейских городах в 43-м году, в европейских столицах. Там война на Востоке идет, а в Будапеште, который даже в войне участвует, в Венгрии, там все равно сейчас описано в многочисленных уже исследованиях и мемуарах. А там все театры, так сказать, бурлеск, премьеры, это все понятно. Но при этом социальная ткань жизни-то разрушалась, и весь этот праздничный Будапешт накрылся медным тазом в один день в результате. Вот так и, значит, здесь такая же картина, на мой взгляд. Ни о чем этот весь бурлеск, радость и фейерверки ни о чем не говорят. Потому что то, что сделал Путин, напав на Украину, это, конечно, наносит просто такой кинжальный удар. Кинжальный удар, просто как коса такая, да? Как будто бы какая-то газонокосилка. Она просто вырезает, выжигает колоссальный пласт социальной активности и жизни, без которого общество не сможет простоять. Да, оно может потом дальше как-то чудовищно деградировать, распадаться, превращаться в какой-то мрак, но оно не сможет жить без этих элементов социальной жизни. Сейчас было уже несколько видео, как штурмовые группы НКВДистов штурмуют, арестовывают людей за комментарии в соцсетях, штурмуют квартиры людей, которые жертвовали деньги в украинские фонды. Ну, сталинизм все ближе и ближе, он пока что еще маленький, но он так разрастается, разрастается, разрастается. Россияне после смерти Путина будут плакать и давить друг друга, как в 53-м на Трубной площади во время похорон Сталина? Я бы сказал, что нет. Потому что, знаете, все-таки изменился просто демографический состав российского населения. Все-таки Сталин жил и умер в эпоху такую, знаете, еще, ну, индустриальную. То есть тогда играло роль очень большое количество аграрного населения. То есть просто его было много. И на самом деле большое наличие аграрного населения, оно как бы и очень сильно позволяет вести войну масштабную. Потому что это люди, которые привыкли к жизни, ну, так сказать, к такой деревенской жизни, сами могут, так сказать, свернуть голову курицы, так сказать, зарезать свинью. Ну, и поэтому, так сказать, уровень насилия в деревнях, он выше. И человек должен быть гораздо более подготовлен к такой жестокости и суровой жизни. Надо много аграрного населения. В этом смысле слова, это аграрное население, оно и плакало как бы о смерти Сталина, как такого, значит, вот отца. Путин не сможет стать отцом в сталинском смысле для нынешнего населения. Потому что изменился состав общества. Это требуется другой просто социально-демографический портрет всего общества. Это общество после смерти Путина, оно скажет, так это, с усмешкой как бы. Ну, типа, он тут коспле... Действительно занимался косплеем, как бы перед нами плясал, да? Ну, и до свидания, как бы, так сказать, пойдем дальше и будем жить дальше. Вот так, мне кажется, будет. Да, конечно, его окружение будет пытаться первый год, наверное, два после его ухода, да, создавать культ вокруг него. Но это невозможно. Такой культ невозможен в 21 веке вокруг такой фигуры. Хорошо, все, спасибо большое.